Садитесь. Садитесь. Хорошая такая. Жизнеглазность. Так. Ой, моя хорошая. Такая красивая девушка. Просто себя унижает с каким-то непонятным человек. Ну все. Просто вы не знаете одну песню. Все узнаете. Как с такими молодыми людьми надо поступать. Моя хорошая. Запомните такое правило. Правило номер один для всех женщин. Семья создается для женщины. И это для нее награда. Ну, допустим, если мне какой-нибудь спортсмен скажет, я на первое место лезу, а меня оттуда снимают. Это нормально будет? Он, если не занял первое место, то он не может туда лезть. Правильно? Для женщины мужчина награда. И как определить, что награда это есть? Как определить, что она есть, это награда? Он за вами бегает, а вы смотрите, тот или не тот. Все. То есть, если это может быть правда, черт какой-то привязался. Надо разобраться. Что за человек? Разобрались, значит, Бог дал. Или Бог дал, или злая судьба дала человеку. Надо разобраться женщине только. Разобраться. Разобраться позитивно. В позитивном настроении, не в негативном. Потому что в негативном все будут отваливаться. А если позитивно, по-доброму. Может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще и снег, еще. Но разбираться только с теми, кто пристает. Ну, вроде пристает, но не пристает. Потому что вы его передушили. Вставьте, он только начал приставать, а я на него. И он сразу убежал, он испугался. Не понял, что это было. Сейчас что-то нет. Оставить его. Хорошая, поймите такую вещь. Мужчина решает, приставать или нет, а женщина решает, общаться с ним или нет. Если не пристает, значит, не надо общаться, не унижайтесь. Но берите себе силы, иначе будете разрушать себе жизнь. Чем больше вы будете к нему приставать, к этому человеку, тем хуже будет ваша жизнь. Вы будете разрушать себя, как личность. Станете некрасивой. Женщина не должна унижаться. Ни перед кем. Понятно? Спасибо. Красота женщин имеет божественную природу. Она должна сама, в первую очередь, ценить свою красоту. Девушки, которые не считаются красивыми, никто не считает их красивыми. Они должны смотреть на себя, думать, господи, какая красивая. Вот так вот. Надо так смотреть на себя в зеркало-то. Когда вы сами видите свою красоту, вы можете ее показывать себе. А если вы бегите за каким-то парнем, который не видит вашу красоту? Зачем? Какой смысл? Он вас не понимает. А что тогда вы этого хотите? Вот представьте, допустим, кто-то яблочко укусил и положил, говорит, что-то мне не нравится. И оно начинает прыгать за ним везде, это яблочко. Но кому-то другому понравится. Людей же много. Надо найти того, кому нравится. Девушка же на что смотрит? Она смотрит на то, вкушает ее красоту или нет. Она смотрит, если человек вкушает ее красоту, она привлекается этим человеком. Если нет, то нет. Он чуть-чуть попробовал вашу красоту и все. Говорит, что он меня недостойный, что он ничтожество. Ну, зачем с ничтожеством тогда связываться? Нормально, поставил на себе такого. Так он хорош. Да, я понял. Я, наверное, не буду читать лекцию. Я что-то стыдно мне, я чувствую, что я недостойный. Вот я в Петербург приехал, и такая аудитория возвышенная. Я такой низкий. Я, наверное, полез со стола. Нормальная реакция или нет? Мужчина как должен мыслить? Ну, должен быть смелым. В последнее время появились вот эти мужские приколы такие. Песня недостойного мужчины. Песня недостойного мужчины. Когда я спою Попрощай, моя любимая! Попрощай! Когда я думаешь, помимо тебя, я буду поближе! Попрощай! Нормальная песенка? Или нет? Шикарная. Шикарная, да? Поднимите руку, кому понравится. Вам нравится, как сваливают, что ли? Да? Нормально? Есть другая песенка тоже, мужская тоже. Не знаю, выберите одну из двух. Второй вариант, без перевода. Там, где сосны, где добро дно, Есть пятерок живой и водой. Ты не печалься, ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой. Как букушки не пуковать, Как есть судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, Ты не печалься, ты не прощайся. А выходи меня встречать на дорогу. Все у вас будет хорошо. Подарите ему весь мир. Здравствуйте. Дорогие друзья, Хочу вам сказать, Что очень важно подписаться На мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, Задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно Поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом Вы поможете мне Распространение знаний по всему миру. Мужчина вот у нас. Здравствуйте. Сразу встречный вопрос. А мужчина что должен делать? Садитесь, садитесь. Сколько раз он должен там? Три раза подобивался? Хватит. Три пятьдесят. Что он могла сделать? Бодает что ли? Копытками? Ну, а ваше мужчина интересует. Но у вас есть супруга-то, нет? Нету. Вас было вкусно, извините. Черт, спокойно. Все расслабились. Мужчины и супруги, женщины все сразу напряглись. Ну нормально, все успокоились. Все глубоко дышат. Все глубоко дышат. Очень важно понять, как строить отношения. Больше всего на свете женщины не любят слабых мужчин. Слабых. Поэтому никогда не надо показывать свою слабость. Нужно аккуратно общаться, радоваться человеку. Если она вас динамит, то подальше быть. Если она хочет быть поближе, значит быть поближе. Строить отношения, пробовать, смотреть. Не унижаться, когда вы добиваетесь. Надо радоваться. Всегда, когда добиваетесь, будьте счастливы, раздавлены. И знаете такую вещь, что всегда человека защищает только Бог. Никогда женщина вас не защитит. Она сама нуждается в защите. Поэтому, если вы начинаете подчинять свое сознание женщине, ни одна не будет рядом с вами. Это невозможно. Проблема не в том, сколько раз, а проблема, в каком сознании нужно находиться, чтобы вы нашли себе близкого человека. Надо учиться понимать божественную мужскую природу. Божественную означает храбую, сильную, смелую. Учиться этому надо. Учиться у природы. Есть холодная вода, есть ветер, есть солнце. Нужно наполняться силами природы. Мужчины должны стать сильными. Аскезы совершать учиться. На вторник у нас будет пробежка совместная. Я, как уже человек в возрасте, пробегу всего 17 километров. За час пятьдесят. Все могут сильнее бегать и молодые, если хотите. Сидеть. Вот. Потом, я бы хотел еще в ледяной воде покупаться, посидеть. Но, говорят, здесь нет такого. Может быть есть рядом. А? Озеро есть. Канаково есть. Канаково есть. Канаково есть. Канаково. Канаково есть. Канаково есть. У нас есть, где бегать. Есть. Канаково есть. Ну ладно, тогда просто от парки побегаем. Но, в общем, это мы завтра решим, где бегать. Хорошо? Да? А здесь рядом, да? Не-не, нам надо именно холодную. Ну что, сразу 20 человек могут залезть? Но если внизу, то угодно. Интересно, только новости. Там есть разгон, северный народ и магний. Ладно, мои хорошие, это мы будем завтра. Это организаторы подумают и лучше скажут. Значит, у вас проблема не в том, сколько раз надо добиваться от девушки, а как, в каком настроении. Настроение пока неправильное и поэтому такой результат. Хорошо, решили мы с вами? Давайте, ловите батарею. Вау! Благодарю вас! Спасибо! Благодарю вас! Кому микрофон? Ну, девушка такая серьезная смотрит на меня. Да. Здравствуйте, а Леонид Геннадий... Садитесь, садитесь. Не волнуйтесь, все нормально. Да. Ну, такой вопрос. Мы не служили, а потом в год поставили диагноз рак. То есть для нас это было неожиданно. Мы все 42 года его прообилировали. Рак чего? Урологи. А? Урологи. Вырезали полностью? Нет. Не полностью, но для нас это было совершенно неожиданно. Но, моя хорошая, ваш муж слушает мои лекции? Нет. Он будет выполнять мои рекомендации? А если только через меня? Ну, это серьезная рекомендация. Это третий психический слой. Это надо на три слоя очищать организм. Там есть причины. В психическом теле, когда не хватает в какой-то зоне энергии, святое место пусто не бывает. Там целится другое живое существо и начинает жить. Рак означает другая жизнь в твоем теле. Это как злой дух заходит и живет. Размножается там активно. Для того, чтобы убрать это все, нужно заполнить это место, эту нехватку, зону, где не хватает энергии, заполнить своей силой, своей энергией. Для этого нужно совершать аскезы. То есть это 2 часа 40 минут ходьбы раз в 3 дня, делать неподвижное положение тела. 40 минут стоять. В воде сидеть. 28 градусов. 14 умножить на 3. 52 минуты. И так далее. То есть, лучше всего вам взять консультацию, моего помощника. Вот, Женя здесь есть. Просто мой помощник вам расскажет вот весь комплекс мероприятий, плюс ношение корней ели на левой руке и левой ноге. Ну, как бы это все профилактически будет помогать ему справиться с болезнью и параллельно уничтожать эту опухоль современными средствами, там, химия, облучение, операции, таблетки. Все вместе. И плюс еще наполнение организма энергией. Вот такой вот подход надо. Потому что все современные средства лечения, они истощают организм. Они забирают у него силы, человек становится слабым, иммунитет падает. Иммунитет это только в сильном теле, в сильном здоровом организме есть иммунитет. Нет здоровья, нет иммунитета. И надо подкреплять иммунитет, заполнять психическое пространство, которое дырка вот эта возникла. И вот так постепенно бороться, бросить мясо и рыбу есть. Потому что эти продукты, они увеличивают негативный тонус в организме. Есть психическое такое понятие негативный тонус. И нехватка энергии солнца. Это возникает от мясной и рыбной пищи. Негативный тонус. Это депрессивная пища. Депрессия означает нехватка солнечной энергии. Да, у человека не хватает солнечной энергии, он не снижен на настроение. Солнечная энергия это настроение. Мужчин жизнерадостность. Жизнерадостность. Наверное, чувствительность микрофона слишком высокая. Надо чуть-чуть пониже сделать. Ла. Видите? Вибрация идет. Лишняя. Надо поменьше, чуть-чуть поменьше чувствительность. А если вы хотя бы ходите? Нет, надо все в комплексе делать. Если вы будете только ходить, энергии воды будет не хватать, воспалительные процессы разобьются. Если вы не будете мясо, рыбу бросать, ничего не получится. Сейчас лучше. Ла, ла. Да, отлично, да. Моя хорошая, поэтому я и спросил, будет ли он выполнять мои рекомендации. Потому что, если человек не верит в мои методы, он не будет делать. А если он не будет, то я помочь не могу. Я могу помочь только советами. Я не могу так. Рака нет. Так я не могу делать. Понятно? Но вы можете молиться еще. Мы о молитве тоже будем говорить. Вот вам благословение. Последний вопрос. Садитесь. 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 с мальчиком. Вот. И уже два года я практикую сознание Кришны. Но как? Давайте не акцентировать конкретно какие религии у нас, чтобы люди не чувствовали напряженными себя. Хорошо. Потому что часто люди воспринимают, что я какое-то конкретное направление духовное преподаю. Я просто людям помогаю в их вере развиваться духовно. Хорошо. В общем, я по мере своей возможности практикую, в общем-то полный путь. Вот. И я живу в Хватинополкарии. У меня такой вопрос. Мне хочется переехать. Вот. У меня много здрав. Куда переехать? Сюда. Поближе. Я понял. Поближе к тем, кто практикует, как вы, да? Да. Просто. А там, кто живет у вас? Я живу там с мамой и с сыном. Но сын один уступок заканчивается. То есть мама одна останется? Ну вот у меня вопрос, да. У меня, то есть я размышляю об этом поводу. У меня там нет общения. Просто катастрофически. Ну и сейчас онлайн общения много. Онлайн очень много общения. Я просто вот хотела вас как раз спросить. Стоит ли мне? Стоит ли бросать маму? Вы неезжать? Нет. Маму бросать с мамой можно. С мамой? С мамой? Мама не хочет. Мама свои там, как бы, не хочет. Вы потом будете жалеть, что вы маму бросили. Почему? У нее через двадцать с половиной года начинается плохой период, опасность ухода из жизни. Вы, если уедете, вы ее оставите одну. Она будет очень... И вы будете тоже сильно страдать из-за этого. И второй у меня вопрос. Мне очень сильное беспокойство доставляет отсутствие личной жизни. Я уже три года одна. Вот. И мне хочется быть под защитой. Мне хочется реализоваться как женщина, как мать. Что не так со мной? Не так. Вы попали в стресс. Несколько лет назад из него не вышли. Да, человек в стрессе находится, он энергетически слабый. Энергетически слабая женщина не может сбить с ног мужчину. Не может сбивать. Потому что выйти замуж означает кого-то сбить с ног. Что мне делать? Стать сильную и сбить с ног кого-то. Настоящего джигита. Шансы есть у меня. Вы очень прекрасная девушка. У вас просто все шансы. Давайте мандальнику. Все шансы. Но нужна сила. Слушайте, семинары «Победа над судьбой». Сила берется от природы, от добрых людей и от Бога. От Бога это молитва, от добрых людей это добрые дела делать. Помогает всем в жизни. От природы это аскезы. Вы находитесь в штопоре депрессии. У вас нет сил. Нет сил – нет жизни. Любая женщина может быть очень красивой и привлечь кого-то, если у нее есть силы. Женская сила вся идет в красоту. Если девушка контактирует с водой, она становится очень спокойной, луноликой такой, большеглазой, красивой. Если она контактирует с воздухом, она становится стройной, очень, у нее взгляд становится твердым, таким влиятельным. Она вот так смотрит и валит с ног. Если она солнцем наполняется, она становится красная девица, красавица. Взгляд горит горячий, взгляд очень. Щеки румяные, и она валит с ног всех. Если она людям начинает помогать, она становится любимая. Очень людмила, людям мило. Становится очень красивая, милая. Мужчина привлек с какой-то дамой и сейчас объясняет мне, что вот есть такая дама, которая все четыре состоит. Все, но мы же не против. Я до вас до модеринка не докину. Но сначала, перед тем, как это все получить, нужно еще кое-что. Этого надо поверить в то, что все получится. Потому что, если человек не верит, значит, тогда нет возможности побеждать. Надо восстать против своих сомнений. Не верю, разочарование абсолютно. Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветилась здесь, и сейчас просыпается сила, верь. Иди нам, Богу, верь, в нас уже много, верь. Маме и папе, что без таких раненых среди множества каждый. Прошлое прошло и не держи, Будущее только мир разжи. Все вокруг танцует только бой. Да неси любовь, не расплескай. Все, что уходит, отпускай. Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветилась здесь, и сейчас просыпается сила, верь. Верь, где бы ты ни был, верь. Верь, где бы ты ни был, верь. Верь, где бы ты ни был, верь. Вас должны выдать, кто-то должен вас знакомить. Это восточная культура. Есть скромные девушки, которые сами стесняются знакомиться. Надо их показывать. Скромных девушек надо показывать. Есть кому вас показывать или нет? Ой, какая девочка красивая. Есть кто хочет ее помочь? Показывайте. Будете? Конечно. Смотрите, какая красивая девчонка. По судьбе у меня будет замужество есть? Выдавать будут, выдавать будет. Вам это будет. Ну, вас хотят знакомить. Все, вперед. Что задумывалось? Ваня духовности, как бы, я и не там пока. Вы знаете, как я на распуте, как бы меня... Вы ничего не соображаете в духовности. Вы не понимаете, что Бог один. Никаких распутев нет. Я вчера на ретрите повторял Аллилуйя с удовольствием. Хотя я не христианин. С удовольствием повторял. Когда я лекции в Казань читаю, повторяю. Альханду лиля. Тоже классно. Когда в Израиле, Адунаи повторяю. У меня нет проблем. Потому что Бог на разных языках слушает славу себе. Это просто разные языки. Аллилуйя это на армейском. Альханду лиля на арабском. И так далее. В чем проблема? Альханду лиля на арабском.